Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Спрошу вас совета, мне 25 месяцев, как встречаемся с парнем. Попросил паузу, чтобы решить все свои финансовые дела. Переезд ИТД работает без выходных недель. Мне сказали, что отношения ему мешают, ограничимся только общением. Я в супоре, ни разу не ругался, было хорошо, стараюсь не писать. Пишет сам, занимаюсь своими делами. Смотрите. Психологи советов не дают, но я хотел бы спросить вас вот о чем. Наверное, вы хотите поговорить про свое состояние супора. То есть это состояние, когда вы растеряны, когда вы не знаете, как вам дальше себя вести, когда вы не знаете, как поступать, вероятно, когда вы, ну, по сути, потери. А что здесь можно сказать? Можно здесь сказать то, что вы столкнулись с личными границами человека другого, вот. Ну, по сути. Вы столкнулись с тем, что у человека может быть какое-то свое видение. Ну, отношений, да, и ну, ситуации, и так далее. И, соответственно, важно, чтобы вы, наверное, решили то, как вы хотите в этой ситуации быть. Важно, чтобы вы решили, чего вы хотите в этой ситуации. для себя, я имею в виду, чего вы хотите. То есть, ну, чувствуете ли вы обиду, например. Чувствуете ли вы страх, например. Чувствуете ли вы что-то еще, например. И вот обратив на это внимание, чтобы вы это, собственно говоря, прожили. А прожив, сказали об этом, о том, что с вами происходит. В общем-то, своему молодому человеку, который, наверное, вправе об этом знать. Ну вот, потому что если для него это нормально, то для вас, соответственно, нет. Ну, или для вас, может быть, по-другому. У меня возникло ощущение, что вы в этом видите, ну, в том, что он сделал, в том, что он решил взять талгу, я имею в виду. У меня возникло такое ощущение, что вы в этом видите для себя определенный негатив. То есть, как будто бы вы в этом, ну, чувствуете свою вину, как будто бы вы в себе ищете проблему. Вот. Если это так, то тут вопрос уже вашего внутреннего состояния. внутреннего самоощущения. Тут вопрос уже больше вашего внутреннего самоощущения. Тут вопрос того, насколько вы допустим в себе уверены, да, насколько вы себя цените, как вы к себе относитесь и так далее. То есть, тут вопрос больше вот про про это нужно поднимать и об этом говорить. На мой взгляд, по крайней мере. Потому что если вы себя вините, то скорее всего речь идет про то, что вы в этих отношениях видите что-то такое очень ну, важное для себя. Я бы так и сказал. Возможно, даже возможно, даже через всю важно. Ну, вот. в любом случае здесь есть вот определенные нюансы, в любом случае здесь есть определенные моменты, в любом случае это требует внимания. Внимание нашего и внимания вашего. Конечно же, потому что вас это беспокоит. Вот. У вас это вызывает какие-то чувства. Вот вопрос заключался в том, что это за чувства. Вот вопрос заключался в том, чтобы вы понимали, что с вами происходит, чтобы вы выражали то, что с вами происходит не ну не загоняли бы это как-то вот внутрь себя, как вы это делаете, например, ну сейчас, по моему мнению. Вот. То есть сейчас, по моему мнению, вы как раз-таки загоняете это внутрь. сейчас, по моему мнению, вы как раз-таки делаете все для того, чтобы остаться с этим как-то вот наедине с собой, да, то есть как будто бы, ну, избегаете этого. А тем не менее, тем не менее, тем не менее, что-то происходит. Вот с тем, что именно происходит, да, и нужно в принципе разобраться. Вот. То есть какой вы себя чувствуете. Ну, например, свернутый, например, брошенный, например, там, виноватый. Вот. Потому что вы заговорили про ссору, вы заговорили про то, что вы не ругались и так далее. Как будто бы вот ищите причину. Вот когда человек ищет причину, то речь идет скорее, скорее всего речь идет про именно непринятие реальности. Вот. И про попытку с этим бороться. То есть вы с этим боретесь с тем, что, с тем, что происходит. Вопрос заключается в том, что вы пытаетесь защитить. Это нужно понять, потому что в этом месте вы очевидно являетесь уязвимой. Вот. И дело не в том, чтобы сделать вас неуязвимой вообще. А дело заключается в другом. Дело в том, чтобы вы легче это проживали. Чтобы вы легче как-то вот ну, из этого состояния может быть выходили. Чтобы оно вас так вот сильно как сейчас не прибивало к земле. Вот. В этом я вижу нашу задачу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...